Черно-белый кот с белой грудкой лапками породы. Сочетание белого и черного цветов в окраске котов делает их внешний вид довольно необычным. Чаще всего у них преобладает черный оттенок, а белый представлен в виде небольших пятнышек на шерсти. Стоит отметить, что черно-белый кот – это не какая-то отдельная порода. Такой окрас встречается у представителей различных пород. Особенности раскраски Сочетание черного с белым у котов имеет ряд особенностей. Среди них можно выделить следующую уникальность. Такую окраску можно назвать неповторимой, так как встретить двух одинаковых черно-белых кошек невозможно. Разноцветные пятна всегда будут иметь разное расположение. Распространение окраски на лапы У котиков, шерсть которых окрашена в светлые темные тона, могут быть двухцветные подушечки на лапах. Одна их часть окрашивается в темные тона, а вторая – в розовый цвет. Необычный окрас глаз Большинство котов с черно-белой шерстью имеют необычные глаза, окрашенные в зеленый цвет. Иногда встречаются животные, у которых каждый глаз окрашивается в разные цвета. Кот с черно-белой шерстью – дополнительная информация. Чаще всего встречаются коты со симметричной двухцветной окраской. Породы с симметричной расцветкой довольно редкие и дорогие. Три типа окрасов Выделяю три типа черно-белой расцветки, которые чаще всего встречаются у домашних любимцев в ванн. У таких животных большая часть подшерстка окрашена в белый цвет. Темная шерсть преобладает в области хвоста, за ушами и иногда над глазами. Также черноватые пятнышки можно заметить на боках или на лапках. Коты с такой окраской очень красиво выглядят и поэтому они часто принимают участие в выставках. Бекалур Характерная особенность такой шерсти – преобладание темного цвета. К такому типу окраски можно отнести черных кошек с белой грудкой. Иногда участки со светлой шерстью располагаются на подбородке или лапах. Светлые пятна могут быть разными и отличаться своими размерами. Арлекин Такой тип окраса напоминает бекалур, так как в нем также преобладает светлый оттенок. Темные пятнышки хаотично расположены по всему телу котов. Пятна могут отличаться друг от друга по своей форме. Иногда они напоминают определенные символы или фигуры. Бекалур – наиболее распространенная окраска двухцветных питомцев популярные породы. Существует огромное количество различных пород котов с необычным двухцветным окрасом. Однако только восемь из них пользуются популярностью среди любителей домашних животных. Корни шрекса эти питомцы с необычным названием отличаются от других пород короткой шерстью, удлиненным и лапками длинным туловищем. Также у них уникальный окрас, который называют смокингом. Грудка с лапками окрашена в белый. Остальная часть тела покрыта темной шерстью. Дополнительная информация. У корней шрексов яркие и обычные глаза. Они могут окрашиваться в оливковые, желтые и зеленые цвета. Корни шрек с необычной черно-белой расцветкой боб-тейл. У представителей этой кошачьей породы встречаются все три типа окраски шерсти. Отличительная особенность этих котов – светлая область, расположенная внизу мордочки. Внешне это светлое пятно напоминает перевернутую букву «В». Среди других отличительных особенностей боб-тейлов можно выделить небольшие лапки, короткий хвост и длинные усики. Мейн-кун – это порода очень популярна среди любителей заводить домашних котов. Чаще всего мейн-куны окрашены в темные тона. Однако иногда встречаются животные с двуцветным окрасом. Большая часть тела этого пушистого кота покрывается темной шерстью. Незначительные вкрапления осветленной шерсти можно заметить на лапах и грудке. Ван этих котов решили назвать в честь одного из типов окраски, так как их шерсть практически вся светлая. Темные пятна встречаются на голове и на хвосте. Реже черная шерсть растет на лапках. Сибирский сибирских котов трудно спутать с другими породами, так как на их туловище виднеется необычный узор, состоящий из нескольких пятен. У них очень четкие очертания и необычная форма. Двухцветный кот сибирской породы – дополнительная информация. Глаза сибирских котиков имеют ярко окрашенную желтоватую радужку с зеленоватым оттенком. Маскарадная окраска невских маскарадных котов отличается от расцветки других пород. У них пятна не имеют четких границ и поэтому у оттенков плавный переход. Расцветка у представителей маскарадной породы ассимметричная. Однако иногда можно встретить животных с симметричным окрасом. Манччкин – это черный кот с белой грудкой, который отличается от других представителей и кошачьих удлиненным туловищем и маленькими лапами. Внешне такие котики выглядят очень мило и необычно. Они очень спокойно и идеально подходят для содержания в домашних условиях. Рогомофин – это крупные черно-белые кошки с крупным удлиненным телом. У них длинная шерсть и крупный хвост. Туловище практически полностью окрашено в светлый цвет и средка встречаются темные пятнышки. Двухцветный рогомофин с темно-серой окраской влияние раскраски на характер. Характер котов, которые отрашены в черно-белый, имеет следующие особенности – устойчивость. Даже в стрессовых ситуациях они ведут себя спокойно и не проявляют агрессию. Чувственность – домашние притомцы с двухцветной шерстью очень чувственные и всегда понимают, когда нужно поддержать хозяина и находиться с ним рядом. Послушность – такие животные очень послушные и сообразительные, Легко идут на контакт. Дополнительная информация. Коты в первую очередь думают не о себе, а о своем хозяине. Для них удовлетворение собственных потребностей не стоит на первом месте. Интересные факты. Выделяют несколько интересных фактов о черных котятах с белыми лапками и пятнышками на туловище. Например, двуцветный окрас котов долго считали браком и только в конце 1969 года их допустили к участию в выставках. Эти животные независимы и самостоятельны, благодаря чему они способны выживать без посторонней помощи. Они устойчивы к стрессовым ситуациям и никогда не начинают первыми проявлять агрессию. Эти животные любят людей и спокойно уживаются с ними под одной крышей. Черно-белые коты – необычайно красивые домашние животные, которые отличаются привлекательным двухцветным окрасом. Люди, которые хотят завести себе таких питомцев, должны заранее ознакомиться с их основными особенностями и породами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok